Всем привет, друзья! Это обзор второй половины новой 201 главы манги One Punch Man. Как многие знают, я решил разделить обзор главы на две части, так как я подумал, что будет круто поделиться с вами как можно скорее, что я и сделал. Да и вообще, там столько всего творится, что я просто не мог всё рассказать в одном видео. Хотелось слегка растянуть удовольствие. Но прежде чем начать, хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Друзья, я стараюсь выкладывать видео каждый день. Надеюсь, вы оцените это. Спасибо каждому подписчику за поддержку. Ну а с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, вернёмся к манге. В предыдущем обзоре первой части манги мы с вами увидели, как световой флэш пал от рук Платина Сейдароу, который позднее, пройдя буквально насквозь, уничтожил Платина Са. Хочу ещё подметить то, как Монако, судя по всему, уже привыкла к сайтами вместе с флэшем, так как когда тот пал от рук монстров, Монако заметно забеспокоилась за флэша и побежала к нему. Это было очень забавно. Веб-манги Саитаму взял к себе домой последнего выжившего клона Черноса и пса Орочи, которые после проигрыша стали значительно меньше и уже выглядели как питомцы. Вот наш лысик и забрал их. Я это к тому, что, возможно, Черно станет добрым, как случилось в Монако. Казалось бы, монстр, и она не должна была беспокоиться за какого-то человека. Но, как мы видим, всё наоборот. И мне это понравилось. А далее нам показали бога монстров, который предлагал помощь Тацумаке, силу, чтобы покончить со всеми её противниками. То есть он предлагал ей помощь. Но она вдруг вспомнила давние слова Бласта. «Когда придёт время, не жди, что кто-то придёт и спасёт тебя». То есть, как вы все, наверное, уже догадались, Бласт знал, что бог придёт к Тацумаке и предложит ей силу. И именно поэтому он так ей и сказал, чтобы та не повелась на обман от бога монстров. Что и случилось. Тацумаки проснулась и, увидев, что Бласт протягивает ей руку помощи, она вспомнила его слова и догадалась, что это не он. После чего бог исчезает, поняв, что у него ничего не получилось. Далее Бласт берёт Тацумаке и доверяет её, по его мнению, самому сильному человеку в мире, Кингу. После чего он открывает портал в другое измерение, где мы видим Стражей Вселенной Ван Панчман. Очевидно, что Бласт представитель нашей планеты. А остальные существа, которых мы видим в том портале, это представители других планет, ну или же Вселенных. Да, есть такая вероятность, что нам откроют мультивселенную, но это не точно. А далее, после того, как Бласт исчезает, начинается сильное землетрясение, и из-под земли вырывается что-то нереально огромное. Похоже на многоножку Старейшину. Но этот намного больше и, видимо, сильнее. Гару думает, что это босс той самой многоножки Старейшины, которую Сайтама уничтожил в конце второго сезона. После мы узнаем, что это многоножка Мудрец. И этот монстр намерен уничтожить наглеца, который посмел восстать против бога. Речь идет о Сайтаме, который практически с одного удара уничтожил Орочи. После этого бог отправил туда многоножку Мудреца, да и не только. На следующей странице мы видим злую природную воду, которая поглотила целый океан и стала злым океаном. Многоножка говорит, что он воплощение Отца Земли. А злая вода воплощение Матери Океана. А на все это у Гару лишь один ответ монстрам. Слово «нет». И именно с этой фразы он кидается на многоножку и бьет ее сериями сильных ударов. Но непонятно, получила ли многоножка урона или нет. На этом глава заканчивается. Думаю, Гару будет не просто против многоножки Мудреца. А что насчет остальных героев? Хочу поговорить о металлической бите, который во втором сезоне пытался биться против многоножки. Но так и не дошел, так как навстречу попался Гару. Думаю, сейчас настало время показать всю силу стальной биты, о которой так говорил Мурата. Именно для этого бита и появился на поле битвы. Это судьба. Наконец-то бита дойдет до многоножки. И мы увидим всю мощь и силу духа стальной биты. А насчет злого океана и многоножки Мудреца, хоть их уровень и неизвестный, думаю, можно с уверенностью сказать, что они точно являются божественного уровня. И всем на поле битвы будет непросто противостоять такой угрозе. С многоножкой понятно. Можно представить его гибель. А вот злой океан... Хо-хо-хо. Интересно, интересно. Не думаю, что кто-то кроме Сейтамы сумеет с ней справиться. А на этом все. Глава просто отпад. Не огонь, а огонище. Напишите свое мнение в комментариях. Я люблю читать ваши комменты. Так что мимо точно не пройду. Спасибо всем за просмотр. А на этом все. С вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok